Не знаю, насколько призраки в доме на набережной можно считать доказательством существования тонких миров. Скорее всего, это реакция человеческой памяти на кровавые события минувших времён. А вот что касается параллельных измерений, тут современная наука не так категорична, как ещё с десяток лет назад. Сегодня западные учёные утверждают, что живём мы не в четырёх измерениях, к которым привыкли со школьной скамьи, длина, высота, ширина и время. А представьте себе, в шести, то есть там времени как минимум ещё два. И если опираться на эту теорию, то люди, которых вы только что видели в нашем проекте, не такие уж и сумасшедшие, как может кому-то показаться на первый взгляд. Мировой океан – последняя пристань затонувших кораблей, набитых сокровищами, и полигон для секретных военных операций. Кладовая планета с несметными полезными ископаемыми и, конечно же, убежища таинственных морских обитателей, о которых моряки слагают легенды. Кто они? Выжившие современники доисторических динозавров или представители неизвестной нам подводной цивилизации, которая много тысячелетий прячется от нас в отдалённых морских глубинах? Об этом прямо сейчас в нашем подводном расследовании «Морская планета». Научный мир потрясла сенсационная новость. Учёные из Датского университета Архусы сделали сенсационное открытие, которое может полностью перевернуть представление человечества о мировом океане. Оказывается, морское дно выстелено бактериями, которые связаны в единую сеть, причём количество связей в ней в миллионы раз превышает количество нейронных связей в человеческом мозге. Уже доказано, что по этой сети передаются электрические сигналы. Но исследователи убеждены, что это не единственная её функция. Учёным удалось обнаружить неизвестный до сих пор тип длинных многоклеточных бактерий, которые вытягиваются в миллионы километров живого кабеля, выстеленного по всему дну мирового океана. Эти бактерии в сотни раз тоньше волоса и, по сути, являются изолированным каналом связи. Но какая именно информация передаётся по этому каналу? Ответить на этот вопрос учёным ещё предстоит. Основной вывод выглядит невероятным. Мировой океан может оказаться огромным разумным организмом, у которого нет никаких оснований дружелюбно относиться к человеку. На самом деле океан очень недоброжелательное, очень агрессивное, такое, ну в кавычках, существо, часть нашей планеты. Вода занимает больше 70% поверхности планеты. Источник жизни и самый ценный ресурс в распоряжении человечества. И в то же время самый таинственный и недружелюбный сосед. Что скрывает огромный и неизученный мир океана? И что произойдёт, когда глобальный разум океана сочтёт человечество чересчур опасным соседом? Это пляж Зипполиты в Мексике. Он считается одним из самых опасных пляжей в мире. Остальные участники этого зловещего рейтинга попали в него по очень прозаическим причинам. Из-за активности акул, ядовитых медуз или просто крайней загрязнённости. Но этот живописный кусочек побережья внесён в чёрный список по другой причине. Здесь чаще всего тонут люди. До такой степени часто, что объяснить это рациональными причинами уже нельзя. Океан – это просто такая стихия, что там в любой точке можно. Хотя есть на планете такие точки, где возмущения воды такие, что просто можно погибнуть и даже не пикнуть. Слово «Зипполиты» происходит от коренного языка индейцев и означает «пляж мёртвых». Согласно местным поверьям, в прибрежных водах обитают духи умерших предков, которые утягивают в своё призрачное царство тех, кто потревожил их покой. Очевидно, это поверье возникло не на пустом месте. Учёные-антропологи единодушны. Легенды о подводных жителях присутствуют у всех народов, живущих рядом с большой водой. Различные мифы и предания всего человечеству рассказывают о неких учителях, о неких прибывших из океана, из глуби морей, неких рыбообразных существах, которые научили человечеству различным ремёслам, наукам, культуре, цивилизациям и так далее. Это очень много таких преданий. В одном Средиземноморье мы видим таких преданий где-то в 12 культурах. Совсем недавно исследователям стало известно, что до конца 17 века жители Мальты соблюдали необычную диету. Они не ели рыбу. Это очень странно для острова со всех сторон окружённого моря. Рыба была изображена на мальтийских монетах. Дверные ручки в домах выполнялись в форме рыбы. А на центральной площади столицы стоит статуя рыба-человека. Культ русалок выветрился вместе с развитием европейской цивилизации. Но исследователи сходятся в том, что именно здесь когда-то был подводный город, который поднялся на поверхность вместе с населением. Мальтийцы поклоняются женщине-гиганту Сансуне. Статуэтки женщины-саламандры, которые археологи чаще всего находят на этом острове, остались в обиходе коренных жителей. Они всегда лежат на блюдце, куда можно налить воду. Кроме того, рядом с фигурками Сансуны всегда находят статуэтки рыбы. Но почему у мальтийцев появилось столько поверий, связанных с подводными существами? На Мальте все люди верят в то, что этот остров был создан как остров русалок, то есть остров рыболюдей. И вот эти результаты, эта экспедиция были весьма любопытны. Вы знаете почему? Там много храмов. Эти храмы считаются самыми древними на Земле. Местные ныряльщики знают о том, что на побережье Мальты есть подводные пещеры явно искусственного происхождения. А ученые выдвинули сенсационную версию, что почва, из которой откопали храмы, по своим характеристикам очень похожа на ил. Все храмы облеплены ракушками. Это не песчаник. Это просто нормальный известняк, который был под водой, но который облеплен вот этими всеми ракушками. Храмы они ячеистые такие, в виде ячейки. Все-таки вода более плотная структура, и здесь это... Необычный культ рыбы до сих пор сохранился и в другом государстве, которое находится практически на противоположном конце земного шара, в Монголии. Там существует поверье, что все люди произошли от рыбы. И до сих пор есть устойчивое выражение «рыба-мать», которым обозначают источник всего сущего. От рыбы произошли мы, наземные люди. Вот поверье. Ни один монгол не будет с тобой спорить, но ни один монгол настоящий не будет есть рыбу. Вы знаете, вот я бы в это не поверил, это я считал бы как бы немножко за бред. Вот если бы вот в Монголии... У меня была монгольская экспедиция, сейчас скоро будет вторая монгольская экспедиция. Существует две основных версии, прямо связанных с мифом о подводных людях. В соответствии с одной из них, люди в своем сегодняшнем виде – далекие потомки древнего народа, который однажды покинул привычную ему водную среду и вышел на сушу. Этой версии придерживались древнегреческие философы Платон и Геродот, которые говорили о потерянной рыбообразности людей. В соответствии с этой теорией, человек, вышедший из моря, обладал настолько высоким уровнем развития, что ему не требовалось серьезных усилий, чтобы адаптироваться к окружающей среде, будь то море или суша. Это потомки атлантов. Мы говорим о том, что были некие земноводные люди, которые... ну не люди, а некие существа, которые, когда цивилизации погибли, они ушли и живут там под водой. Люди, которые... даже не люди, а существа, которые владели древними знаниями мистическими. И мне зачем было отращивать жабры? И мне зачем было превращаться в тритонов, я не знаю, в их тиандра? Согласно другой версии, рыба-люди – параллельная ветвь развития человека, которая отделилась от нас во время четвертичного периода. Есть такой американский исследователь Айвэд Сандерсон, который написал там ряд книг, и он озвучил такую гипотезу, что до сих пор, то есть и в наши дни даже, да, могут существовать некие подводные цивилизации. То есть некая какая-то человеческая раса, может быть, выродившаяся, может быть, оставшаяся от гибели Атлантиды. В соответствии с этой версией, во время наступления ледникового периода, люди, которые вели полуводный образ жизни вблизи теплых океанов, адаптировались к более комфортной среде. У них развился новый дыхательный орган – жабры. Волосяной покров исчез за ненадобностью, а геометрия тела немного изменилась, сделав их максимально приспособленными к жизни под водой. Понимаете, исход обратно в воду, ну, давайте так, да, ребёнок рождается в воде, дышит нормально и никаких проблем не возникает. Наверное, у человека где-то, может быть, в генетике заложено, а может быть, будет когда-то, да, разбужен этот ген, позволяющий дышать под водой. Субтитры создавал DimaTorzok «Вои наземные люди, будем говорить, а чё вы, русалки-то с нами не связывайтесь?» А, наверное, там другие законы. Скептики всегда могут сказать, что русалок и ихтиандров видели не люди, а их собственное невежество Но есть серьезный контраргумент В наше время случаи столкновения человека с подводной цивилизацией также происходят Но в силу объективных причин становятся недоступными широкой общественности Для сохранения любой популяции требуется не менее 10 тысяч особей То есть если какие-то существа где-то сохранились, то их должно быть достаточное количество Возникает закономерный вопрос Если подводных жителей так много, почему до сих пор нет ни одного достоверного свидетельства контакта? Ответ на поверхность Максимальное присутствие в океане сегодня имеют военные, не склонные к лишним разговорам Изучение океана не менее, а то и более дорогостоящая процедура, чем изучение космоса Зато подводное военное господство сегодня приобретает такое же ключевое значение, как 100 лет назад воздушное Информация, которая все-таки просачивается в научный мир из-под двух крестов строжайшей секретности Вселяет в исследователей уверенность о том, что подводное человечество существует Тоже известные факты, да, и, как вы скажете, визуализированные, так сказать, людьми Неоднократно докладывавшиеся, так сказать, военно-морскими офицерами О неких событиях, происходящих в глубинах океанов И не подлежащих объяснению Существуют, это известные факты Это не сумасшедшие люди, это нормальные боевые офицеры, которые видят и не могут объяснить Исследователи этого феномена достаточно далеко продвинулись в изучении параллельного человечества Несмотря на информационный вакуум и серьезный раскол в научных кругах Интерес ученых особо подогревается тем, что обитатели подводного мира, как минимум, не горят желанием вступать в контакт с сухопутной цивилизацией С древностей до наших дней известно о случаях, когда русалки полностью уничтожали экипажи кораблей или топили пловцов С другой стороны, существуют доказательства того, что подводный мир пытается предупреждать человечество о приближающихся катастрофах, которые приходят со стороны большой воды Значит, отсюда и смысл глубоководного погружения только уйти от, будем говорить, что ли, внимания человечества Тем более, что замечено, что перед различными рода катастрофами локальными происходит извещение Извещение происходит и информационного характера Тем не менее, ученым удалось произвести относительную локализацию Определить наиболее вероятные места обитания подводных жителей На основании секретных военных отчетов, необъяснимых ЧП, природных аномалий и, конечно, мифов и легенд, которые окружают таинственные места Ну, я думаю, что здесь вообще-то больше Атлантические Хотя есть отдельные, что ли, факторы появления и в Черном море, то есть в морях приближенных, где живет наиболее такой, ну, будем говорить, сгустки населения, так называемые, так Значит, перенаселенность и в Индийском океане Исследователи отмечают, что признаки подводных цивилизаций особенно активно проявляются в местах потенциальных катастроф В районах тектонических разломов и литосферных швов Возможно, именно поэтому у них есть возможность предупреждать человечество о приближающихся цунами, ураганах и землетрясениях Впрочем, человечество не склонно прислушиваться к шепоту подводного разума Сейчас очень активно там, где есть, ну, очень тонкие или сложные литосферные дела землян Это район, вот, Курильской гряды, Курилы, Япония, Филиппины, вот эти места, там, где вот и есть еще и те же самые впадины В одном ученые единодушны Сегодня океан исследован настолько слабо, что там может скрываться не просто отдельный народ, а целая цивилизация Особенно с учетом того, что она старше нас минимум на полтора миллиона лет Устроена по принципиально иным законам и правилам А главное, не имеет ни малейшего желания выходить на контакт с младшим братом Который за несколько тысяч лет существования вплотную приблизился к тому, чтобы полностью уничтожить свою планету Я вам говорю, что неизучены глубины И вполне возможно, что там, грубо говоря, есть помимо нас умные люди, которые проживают на больших глубинах Трудно сказать, ведь это самое неизученное, что у нас есть Многие древние легенды говорят о том, что подводные люди могли повелевать погоду О них говорят с незапамятных времен Морские чудовища, убийцы кораблей, огромные спруты, гигантские змеи Обязательный атрибут морской мифологии, начиная с эпохи первых мореплаваний, заканчивая сегодняшним днем Эти обитатели морских глубин вызывали у людей такой ужас, что становились воплощениями зла и приобретали почти божественный статус А с тремя самыми известными хозяевами моря, Великим Кракеном, Левиафаном и Ктулху Связаны апокалиптические предсказания и мифы о конце света Часто исчезающие по вполне прозаическим причинам, их исчезновение связано было с появлением каких-то гигантских калекций Кальмаров, которые их затягивали в глубину океана или огромных существ, которые проглатывали эти суда К сожалению, все чудеса, которые человек в своей фантазии связывает с океаном, это чудеса такие негативные Связанные с тем, что человек видит каких-то чудовищ, от которых он может пострадать Но как и любой миф, легенда о Кракене не могла возникнуть на пустом месте По мере исследований океана человечество... Более того, источником угрозы могут стать привычные нам морские жители, киты и дельфины И причиной их агрессии становимся мы Люди, которые с грохотом вторгаются в голубое безмолвие мирового океана Уровни постоянного шума могут превышать допустимое значение Которые приняты там, как какие-то пороги для начала изменения поведения Но численно я могу сказать, что вот считается, например, если непрорывный шум То на уровне 120 дБ относительно нового микропаскаля Эта величина является порогом начала изменения поведения китообразного 7 ноября 2012 года кит напал на прогулочную яхту всего в километре от береговой линии порт Элизабет в Индийском океане Животное неожиданно выпрыгнуло из воды и обрушило вес своего тела на судно Яхта моментально затонула Четыре человека получили ранения, один тяжелый Уже несколько лет ученые с ужасом констатируют Что впервые за все время наблюдения Агрессию по отношению к человеку начали проявлять дельфины По одной из версий Именно бесцеремонное вторжение человека в жизнь океана Способно поднять из морских глубин древних чудовищ Само существование которых до сих пор оставалось под большим вопросом Да, они стают более агрессивными И все это связано с явлениями стресса То есть есть документированные случаи, когда животное Ну там при повышении уровня шума Вначале просто как-то реагировало, меняло свою ориентацию Оглядывалось, искало причину и так далее При каких-то уровнях шума проявляло акт, стало более агрессивным Нефтяные платформы в океане Бурение морского дна Подводные ядерные испытания Да и просто шум двигателей судов Все это мощнейший стресс для обитателей мирового океана И они реагируют так же, как в аналогичной ситуации мог бы отреагировать человек Ну я думаю, это примерно похоже как на человек Если, ну представьте сами, значит, что такое стресс? Если в вашей квартире сосед делает ремонт И вы все время слышите этот шум Ну вы там день потерпите, два А если это месяц, годы Если вы не можете выйти, вам нужно спать Рано или поздно вы пойдете и разгромите квартиру этого соседа Звотные так не могут поступить, но акты агрессии, если вы спрашиваете Да, этот эффект есть Между тем, существование морских чудовищ подтверждают известные исследователи океана и путешественники Гигантские кальмары еще 20 лет назад считались плодом человеческой фантазии Но буквально несколько десятков лет назад что-то выгнало их из глубин на поверхность В марте 2012 года стая огромных кальмаров утопила рыбацкий баркас в море Кортеса и убила 7 человек За несколько лет до этого гигантский осьминог атаковал танкер Брунсвик водоизмещением 15 тысяч тонн Ученые уже предположили, что чудовища поднимаются из глубин не просто так Они спасаются от гораздо более крупного, опасного и древнего врага, который только начинает просыпаться Но исследованием этого феномена пока почти никто не занимается Питер Блейк, он погиб, его убили эти бразильские пираты, моего друга, я его знал У него было уже судно такое, яхта такая, скитались с морей Так вот он назвал ее У него была первая цель, это заснять гигантских осьминогов и спрутов Он знал Жак-Ивкусто, заснять Жак-Ивкусто, доказывал и говорит, что мы все знаем, что есть такие гигантские спруты, осьминоги, гигантские кальмари Он как раз на это хотел, но сам мне, как он говорил, что я хочу параллельно их как раз исследовать Сейчас у меня есть и возраст тот уже, что я хочу уже меньше делать рекордов, а больше заняться таким исследованием Впрочем, некоторые результаты все-таки есть Они связаны с исследованиями на таких глубинах, куда человек пока не в состоянии опуститься Поэтому феномены и странности фиксируют бесстрастные приборы В японском жёлобе японцами было обнаружено такое вот сообщество на хемосинтезе Не гидротермальное, а вот такого метанового типа, метановые выходы на глубине 7, около 7 тысяч метров Вот со всеми сопутствующими формами жизни Это всегда повышенные биомассы, всегда какая-то концентрация жизни вокруг этого Это такие пятнистые, очень локальные такие образования Но их масштаб может быть очень большой Вот это мы пока очень мало про это знаем Мы знаем, что это в принципе возможно Но сколько этого на дне, мы не знаем Судя по тому, что случаи нападений морских чудовищ на людей фиксируются всё чаще В существовании монстров, которых до сих пор считали мистическими Уже очень скоро смогут убедиться даже самые заядлые скептики Я тоже, знаете, до конца не верю Вдруг когда-нибудь плаваю по океану, я увижу какой-то необыкновенного такого зверя Который докажет всё-таки, что чудо есть Но на самом деле, мне кажется, что это плод нашей фантазии И плод нашего непонимания, окончательного непонимания И глубокого непонимания пока того, что происходит в мировом океане Человек склонен подводить рациональную основу подо всё, с чем он сталкивается В ответ на легенды о кораблях, опустошённых морскими чудовищами, скептики и прагматики говорили о массовом психозе О травлениях алкоголем или галлюциногенными смесями Последние исследования учёных и документально зафиксированные факты Приводят к совершенно парадоксальному выводу Правы и те, и другие Агрессивные порождения океана действительно атакуют суда И вместе с тем, летучие голландцы и корабли с пропавшим экипажем Следствие массового психоза, вынуждающего людей бросаться в воду в приступе слепой паники Вот только галлюциногены и алкоголь здесь абсолютно ни при чём Увидели, как большой парусник Сибёрт на всех парусах летит прямо на берег На мелководье судно какое-то время продолжало Судовые документы были на месте Но при этом на паруснике не было ни одного человека Последней записью в вахтенном журнале было Вышли на траверс рифа Брэндон Этот случай был не первым и, разумеется, не последним Феномен получил название «Корабль-призрак» Но логического объяснения исчезновению экипажа так и не было найдено Февраль 1948 года Торговые суда, проплывающие через Малакский пролив около Суматры Принимают странный радиосигнал от голландского теплохода «Аранг-Медан» Через несколько часов теплоход обнаруживает английское судно, случайно оказавшееся поблизости Вся команда голландского корабля мертва На лицах людей застыло выражение ужаса Одновременно в трюме теплохода начинается пожар Англичане спешат вернуться на свой борт И как только последний матрос спрыгивает на палубу «Аранг-Медан» взрывается, переламывается пополам и стремительно уходит на дно В 21 веке такие случаи начали фиксироваться гораздо чаще Только за последние 10 лет было обнаружено 7 официально признанных кораблей-призраков Но к этому времени уже появилась официальная версия Люди выбрасывались за борт в приступе неконтролируемой паники Вызванной мощной инфразвуковой атакой Либо в буквальном смысле слова умирали от ужаса Это обусловлено тем, что живые организмы тоже как бы и являются источниками инфразвука Где-то от 7 до 16 герц И совпадение этих частот с внешними наведенными вызывает Ну, так вот можно это назвать резонансными Такими-то явлениями, которые влияют на психику, на физиологию процессов Поэтому такие явления есть и они неоднократно фиксировались Влияние инфразвука на человеческий мозг изучено достаточно хорошо Чтобы можно было сделать уверенный вывод Люди, попавшие в зону действия сверхнизких колебаний Могут стать опасны для себя и друг для друга Либо впасть в состояние глубокой подавленности Либо неконтролируемой паники Это свойство инфразвука используется полицией И нескольких развитых стран мира для подавления массовых акций Могут возникнуть как раз вот биения с, там, гармоники С инфрамистской частотой, которые начинают воздействовать на мозг человека Вызывать, ну, различные массовые психические явления, галлюцинации Там, воздействия неприятные, близкие к маме Описание массовых смертей на кораблях-призраках И обстоятельства, при которых пропадают целые экипажи Целиком укладываются в наше представление Об эффекте направленного инфразвукового воздействия Когда эти инфразвуковые колебания воздействуют на большое количество людей То могут возникать такие ситуации Которые сравнимы с, там, допустим, массовыми беспорядками С необузданными какими-то действиями, нелогичными И действительно, в таких ситуациях экипаж, например, судно Может броситься, там, разом в воду Или в шлюпки оставить судно Хотя, каких бы то ни было внешних побуждающих причин Этому могло и не быть Только вот восприятие инфразвуковых колебаний Прагматики поспешили заявить Что убийственный голос океана Результат тектонических сдвигов морского дна Однако есть обстоятельства, которые мешают принять эту версию на веру Мозг каждого человека уникален Поэтому, чтобы вогнать в состояние паники большую группу людей Инфразвук должен быть неоднороден Необходимо играть низкой частотой Охватывая десятки и сотни людей Втягивая их в состояние панической атаки Вне зависимости от разницы в восприятии Инфразвуковые колебания вполне могут вызвать массовые психозы Вот, единственное, что у них должно быть одно определенное свойство Так как все люди имеют, ну, какой-то разброс вот этих резонансных частот То есть эти инфразвуковые колебания должны динамически меняться в течение короткого отрезка времени Для того, чтобы начался массовый психоз Голос океана не должен звучать на одной ноте То есть, кроме того, чтобы подстроить инфразвуковую волну на частоту человеческого мозга Необходимо еще и звучать сразу на нескольких волнах Спонтанный гудок от сдвига литосферных плит Или любое другое природное явление такого эффекта не дадут То есть, если они жестко поставлены на одной частоте То вероятность того, что большое количество людей войдут в это состояние психоза Не очень велика А вот если она динамически меняется и как бы в некоторых пределах изменяется Что, собственно, вполне физично Это может возникнуть То есть, могут возникнуть от массовой психоза При воздействии инфразвуковых колебаний Кто же этот невидимый оператор? Освоивший инфразвуковые атаки Еще один человек узнал о том, что такое инфразвук Каковы причины, побуждающие его атаковать? Ответы на эти вопросы могут быть сугубо теоретическими Но с учетом того, что это далеко не единственное технологическое преимущество неведомого врага Его нежелание выходить на открытый контакт Можно считать большой удачей для всего человечества Во время Холодной войны военная разведка СССР начала получать тревожные рапорты подводников Неизвестные миниатюрные подводные аппараты преследовали советские субмарины Они не предпринимали никаких действий, кроме сопровождения И через некоторое время уходили своим курсом на сверхвысоких скоростях Наша акустика улавливала от них странные звуки, напоминающие кваканье лягушки Из-за чего аппараты назвали квакерами До середины 90-х годов среди военных царила уверенность, что это новейшие американские шпионы Либо системы глобального позиционирования и пеленгации В свою очередь американцы были уверены, что квакеры производятся в СССР На сверхсекретных заводах, когда на смену Холодной войне пришло космическое сотрудничество В результате наблюдений при полетах и американских космонавтов Видели объекты достаточно приличных размеров В разных морях и океанах, перемещаясь на глубинах примерно Потому что просмотреть водную гладь можно до 500-600 метров Ну вот где-то до километра видели и наблюдали Ну а потом вообще примеры подводных НЛО, светящихся, движущихся, квакеры, там различного рода Истинная ситуация шокировала бывших противников Информация об НЛО, взлетающих из океана Или двигающихся горизонтально с невероятной скоростью до 400 км в час С завидной регулярностью всплывает в виде утечек из секретных военных архивов Из рапортов экипажей гражданских судов Из свидетельств жителей морских побережий Даже если половина из них выдумка или ошибка Количество инопланетных аппаратов в океане подавляет Неопознанные летающие объекты, которые очень часто видят пассажиры судов Самолеты, которые пролетают над океанами Видят тут часто, что вдруг внезапно появляется из воды какой-то объект шарообразный Взлетает на высоту и потом опять падает в море Что это такое? Видят же люди, есть свидетельские показания, есть Многочисленные свидетельства, тысячи людей видят Не только, я говорю, не только на земле, на суши, но и на море Ученым удалось понять принципы работы инопланетных подводных аппаратов Хотя называть их подводными не вполне правильно Судя по последним свидетельствам, они способны перемещаться в воздухе, в воде и в космосе Примерно с одинаковой скоростью Вы знаете, подводные НЛО, или аномальные аппараты Они создают определенное электромагнитное или гравитационное поле Которое в действительности может локально изменять Что мы наблюдаем неоднократно в атмосфере и на земле Результаты встречи с незванными гостями из океана предсказать невозможно Результатом операции американских ВВС Высокий прыжок стала атака эскадра США неопознанными объектами, вылетевшими из-под воды При этом всемирно известный путешественник Федор Конюхов Наблюдал НЛО в относительной близости безо всякого вреда для себя и своего судна Шара, если я себя видел, то я как раз ни разу не видел диска Я видел только шары, но знаете, вот один такой шар, что мне это долго, я наблюдал Он пролетает, пролетает и слышно, слышно шум, а то же расстояние очень слышно И с него как будто что-то капает, вот как будто с него горящее что-то капает И долетает до океана и гастет И то же самое, вот это такое было одни разы в жизни, что все реальное И что с него как будто вот эта капает, горящая такая, ну если, пускай, там бензин или что-то капало, горело Но до океана не долетает и гаснет И он так проходит и с таким треском Вот это первый раз я слышал шум от такого неопознанного И почему, когда я встречался с одним нашим космонавтом, и ему рассказывал это Он сразу сказал, говорит, это не земное Все замечены были как раз в 60-е годы и опубликованы наблюдения радарных систем в Атлантическом океане Это американских радарных систем Тогда на радарах, на подводных радарах было высвечено как раз вот Обнаружен с нескольких радарных систем, обнаружено движение объектов 120 узлов Скорость 120 узлов, 1 на 1,8 умножьте, это примерно 220-240 км в час Вот такие объекты, причем размер объектов до 100-150 метров Подводные города или подводные базы пришельцев Местные жители или гости из далеких миров Сенсационное открытие датских ученых полностью переворачивает наши представления об океане И добавляет к многовековой загадке новый невероятный аспект Если океан это огромная нейронная сеть В миллионы раз более сложная и мощная, чем человеческий мозг Значит, кто бы ни жил в этой разумной среде Он вступил в контакт с невероятным сознанием планетарного уровня Сознанием планеты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Она говорила, что человек должен жить в сообществе и в гармонии с природой Что камни такие же живые существа, как и мы Что деревни такие же существа живые, как и мы Мы должны найти с ними общий язык, мы должны существовать вместе Нынешняя наука говорит, что камни – это камни Ими занимается минералогия Деревья – это деревья, ими занимается ботаника А мы вот цари природы Вот мы цари природы У нас цунами поднялось и фукусим Фукусим И свои аномальные зоны Существуют всевозможные, так сказать, участки Причем они, ну как бы сказать, не постоянно в одном и том же месте Они как бы блуждающие Так называемые вот эти аномальные явления Где гидрология морем может меняться Один из самых страшных и в то же время неизученных феноменов океана – волны убийцы Если цунами и ураганы сметают с лица земли города и провинции То это точечные удары И места их приложения не поддаются объяснению с точки зрения человеческой логики Коротко говоря, это те волны, которые встречаются очень редко Но в силу целого ряда гидродинамических причин Эти волны аккумулируют в себе абсолютно гигантскую Несопоставимую с обычным волнением энергии И одна такая волна, она может служить причиной огромных бедствий Ни одно крупное судно, гигантские танкеры размером больше 100 метров в длину Они переламываются этой волной просто как спички Сметает в водной глади вышки нефтяные Ученые до сих пор не нашли способов противодействия волнам-убийцам Ни одна, даже самая сейсмоустойчивая конструкция Не в состоянии выдержать удар концентрированной ненависти мирового океана Предсказать место ее появления практически невозможно Как только ученые приближаются к тому, чтобы локализовать район Где вероятность возникновения волны убийцы, по их мнению, максимальна Как она наносит удар в совершенно другом месте? Какая-то одна волна из многих тысяч, она аккумулирует в себе гигантскую энергию Причем она усваивает энергию тех волн, которые ее окружают Эта энергия увеличивается, волна растет, достигает гигантской высоты Ну скажем, 12, 15, 18 метров для волны убийцы это не редкость А самое главное, что она имеет очень резкие очертания И несет совершенно гигантскую энергию, передвигаясь И вот это, конечно, большая беда для людей, которые оказываются в зоне действия этих волн Это только один из бесчисленных феноменов, которые разумный океан демонстрирует человеку Еще одной так и неразрешенной загадкой стала антивоенная кампания, которую океан развернул против подводных лодок в Индийском океане Несколько лет назад Росвооружение поставило восточным соседям партию подводных лодок Варшавянка Океан встретил субмарины в штыки Через 6 месяцев начинаются доклады, что радиоэлектроника не работает Там комплексы оружия вышли из строя, да, то есть, вплоть до того, что стало свет перегорать Прибывшие на место военные эксперты развели руками и пригласили ученых, которые довольно быстро поставили диагноз Казалось, что существует бактерия, которая жрет вот эти кабельные трассы Которая не присуща на Северном флоте, на котором, или там, Балтийском, на котором у нас ее нет А вот в Индийском и таком океане она живет И практически лодку за полгода она сожрала полностью Бактерии, вирусы и паразиты, населяющие океан, являются частью огромной экосистемы И они, безусловно, одни из самых мощных, эффективных и непредсказуемых инструментов Есть вирусы, которые, вот, океанского происхождения, которые находят там в крови человека, да Вот, являются ли они носителями какой-то генетической информации о какой-то болезни Ну, во многом мы, наверное, еще сегодня не знаем, чего нас ждет, да Какое еще оружие хранится в арсенале разумного океана? Представить невозможно Объем знаний человека о его собственном доме на поверку оказался ничтожно мал Вообще, если честно, мы исследователи, вот исследователи морских каких-то исследовательских проектов, да Они говорят о том, что на данный момент, вот сейчас, на настоящее время, исследовано всего 1% Это дна мирового океана То есть практически человечество вообще ничего не знает, что там творится-то на дне Тем временем, человек упорно пытается выйти на контакт с внеземными цивилизациями В январе 2012 года в рамках проекта «Сети» было объявлено об обнаружении сигнала, который может являться ответом на призыв к общению, постоянно посылаемый в открытый космос уже более 50 лет Однозначной расшифровки полученного ответа никто не озвучил Но по одной из наиболее распространенных версий он очень лаконичен Контакт невозможен Очевидно, любая связь с далекими мирами станет доступна человечеству только тогда, когда оно сумеет услышать голос своей собственной планеты Продолжение следует...